Получить восстановление 21.39 Давайте будем корректны, назначались вы на 15.00 Вы говорили на 15.00 Вам не допустимо давать оценки, как должно становиться корректно себя, либо некорректно Вот вы позорище, вы некорректно себя ведете Я вам не корректно оскорбляйся Я оскорбляю, поставьте материал в отношении меня Вы позорище, я вам в лицо говорю Вы за свои слова не отвечаете Вы назначаете дату, сейчас говорите о постановлении У меня с вами разговор закончился Я вам разъяснил все, я вам разъяснил Порядок ожиданий разъяснил Прежде чем, вопросов больше нету, вопросов больше нету, правильно, Денис Геннадьевич, тогда давайте конкретно будем еще раз говорить, было сказано вам, потому что мы правильно понимаем интересы службы, я прошу спустить материал для ознакомления, время без 20 дней. Дорогие друзья, подписчики, случайные зрители, меня зовут Аташель Денис Геннадьевич, общественный деятель, блогер и юрист. В продолжении темы по инспектору ДПС Копенского района города Санкт-Петербурга старшего лейтенанта полиции Дениса Андреевича Никитенкова. Материал от 14 ноября текущего года, это тогда, когда я выходил в прямой эфир. И те, кто не в курсе, 6 частей ставим в описании к каналу и прикрепим дополнительно еще ссылочкой. Посмотрите, какой произвол и беспредел творят сотрудники ГИБДД по Копенах. Да, между тем, ваши все жалобы, дорогие мои друзья, подписчики о том, что сотрудники нарушают права и законы интереса при оформлении административного материала и в ходе общения в рамках административного материала нарушают права и законы интереса ваши, подтверждаются лишний раз. И, пожалуйста, приятного просмотра. Добрый день, дорогие друзья, подписчики, случайный зритель. Меня зовут Аташель Денис Геннадьевич, общественный деятель, блогер и юрист. Сегодня 14 ноября 2020 года, город Колпино, ГИБДД Колпинского района, город Санкт-Петербург. Сейчас мы прибыли сюда с целью разбирательства по делу от 4 ноября 2020 года. Соответственно, инспектор составил ряд административных материалов. Мы сейчас будем разбираться по данному делу. Прибыли мы в назначенное время с 15.00 до 18.00. Нам необходимо явиться сюда. Вот так же я приходил в Главное следственное управление. Ты не можешь попасть. Вот, пожалуйста, друзья, инспектор назначает. В итоге... А мы сейчас подойдем, спросим. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Аташель Денис Геннадьевич. Да, уже верно. Вы не могли бы сообщить своему коллеге, чтобы он открыл нам дверь. У нас назначено рассмотрение дела на сегодня, на 14 ноября 2020 года. Вот в здании Нового улица Позаева, дом 28. Это ГИБДД, я правильно понимаю? Да-да-да, ГИБДД, ГИБДД. Никто, двери никто не открывает, амфон не работает. Извините, можно я вас перебью? Какой инспектор вас именно интересует? Денис Андреевич. Денис Андреевич. Фамилию можно? Никитенко. Сейчас я свяжу с ним. Да, спасибо. Сейчас вяжется. А если инспектора не было то, что... Стояли бы там. Мерзли, вот опять, от унижения граждан, оббивать пороги. Фессон какое-то время подождается. Ага, какое? Сейчас на линии. Ага. Где-то у него там что-то случилось. Ага. Поэтому он освободится подъедет вам. Просидится пока, не мерзнется. Да-да, а сколько это там? Слушайте, я не могу сказать, потому что я не присутствую там на месте. Ясно, на вас не затрудню служебное удостоверение показать. Тогда мы ссылку из-за что на вас сделаем в обращении. Да, без проблем. Дело в том, что назначил на дату, время, в общении. Не, вы понимаете, что... Я-то понимаю, он мог бы позвонить в универ, как защиту, и мы бы перенесли дату. Понимаете, я не в курсе ваших дел, поэтому... Так, фенат, полиция, Голобок. Голобок через ок? Голобок, Алексей Александрович, инспектор ДВС, ГИБДД, СПЛ, МОНГЕ, 28, 19 марта, 2024 год. Алексей Александрович, спасибо. Мы попросили связаться, если я знал. Да, спасибо. Будем ждать. Оператор 224, здравствуйте. Добрый день, оператор 224. Меня зовут Таташвили Денис Геннадьевич. Можно жалобу оставить на действия сотрудника ГИБДД по Колпинскому району города Санкт-Петербурга старшего лейтенанта полиции Дениса Андреевича Никитенкова. Что означалось у вас? Указано должностное лицо. На сегодня назначил рассмотрение дела об административном правонарушении на именно 14 ноября 2020 год к 3 часам. До сих пор должностного лица нет. По адресу улицы Тазаева, дом 28, ГИБДД находится. Может быть, что-то с ним случилось. Может быть, полицию еще сюда вызвать. Может быть, в отделе что-то происходит. Поскольку двери закрыты, доступ заблокирован. Мы не можем туда тоже попасть. Тем не менее, я считаю, необходимо подать жалобу на это должностное лицо. Денис Андреевич, надо бы поторопиться. Я уже жалобы на ваши действия оставляю. Вы смотрите нас в прямом эфире? Ваш контактный телефон, тот, с которым вы сейчас говорите? Да, да, да. 911-924-12-64, верно? Да, да, верно. Нахожусь у здания ГИБДД по Клопинскому район, улица Тазаева, дом 28, город Санкт-Петербург. Город Клопин. Передаю вашу жалобу. А номер, номер сообщите, пожалуйста. Номер обращения в нашу службу 147-882-04. Спасибо большое. Всего доброго, до свидания. Снимите с ним, пожалуйста. Мы несколько жалоб поставили на его действие. Он назначает время, не можете явиться. Снимите, пожалуйста. Да, спасибо. А можно ваше служебное удостоверение ваше? Можно, конечно. А будьте любезны. Будьте добры убрать машину. Отказываемся о вашем требовании. Потому что мне ничего не запрещают. Составьте административный материал тогда, если вы считаете, что законодательство нарушил. Артур Алексеевич. Жуков Антон Владимирович. Старший лейтенант полиции. Инспектор ГИБДД. Не надо мне, пожалуйста, дублировать. Старший лейтенант полиции. Жуков Антон Владимирович. Инспектор ДПС ГИБДД СПЛ-1083-45. Действительно, до 1 сентября 2025 года. Антон Владимирович, очень приятно. Меня зовут Аташев Леденец Геннадьевич. Я прошу сообщить своему коллеге, чтобы он приехал. Мы не должны здесь мерзнуть, понимаете. А если нет машины у нас? Я бы так и стоял здесь полтора часа. Более того, ранее мы обращались уже через вашего коллегу, который заступил на дежурство, чтобы он вызвал Дениса Андреевича. Посодействуйте нам, пожалуйста. Либо откройте здание, чтобы мы зашли, погрелись. Мы здесь тоже 2 часа стоим. Вы подъехали, вы стояли уже? Вы стояли. Вас не устраивает, да, это положение? Конечно, это не правильно. Ну, если экипажей не хватает, что делать? А, понятно. Если не хватает экипажей? То есть экипажей не хватает, значит, мы не можем попасть в здание. Пойдем. Удачи, ребят. Сейчас, в данный момент, Дениса Денадьевича нет. Позвольте, мы зайдем в здание. У нас назначенное время надо. Здесь нет никого вообще. Как никого нет? А где охраны, где руководство? Руководство? Да. Ну, нам что на улице стоять? Мы у кабинета подождем. Мы у кабинета подождем. Андрей, пожалуйста. Мы пришли в назначенное время. Где сейчас депутат? В руководству. Руководство, да. Руководство сегодня в субботу, сегодня руководства нет. А где ответственно? Ответственно, да, хорошо. Вызовите ответственно, вот он, пожалуйста, друзья. Да? Отношение какое. назначает на время и не приходит, а он походу Никитенко приехал а меня это не волнует вот стоит может подойдем к ним поинтересуемся аплодисменты здрасьте разрешите к вам обратиться вы куда пошли я к вам обратиться хочу вы не могли бы связаться с Никитином Денисом Андреевичем и сообщить ему что мы его два часа уже здесь ждем он назначил время рассмотрения на сегодня вот ваши коллеги тем не менее я так понял на словах говорят да 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 мы сообщим но никто никуда не сообщает в том числе руководству и ответственного нам вызвать сюда Дениса Андреевича мы приехали на рассмотрение дела вас назначали на 3 часа по-моему 3 часа по-моему если не ошибаюсь вы не явились как мы не явились да у нас вообще-то с 3 до 18 и это есть на его видеозаписи есть соответствующие документы процессуальные согласно которых сегодня он рассматривает с 3 до 18 я появился в это время к 3 часам я жду его у вас недостоверная информация я может быть не владею позвольте если есть уточной тогда я вам надоеду можно и служебное удостоверение в разгон то, что я бы не предложил Лукешка вам не обратился давайте лучше представлюсь давайте лучше покажите удостоверение да чтобы я тогда формировал сейчас жалобу и ссылался на вас и что вы теперь утверждайте что оказывается я не явился в назначенное время я должен знать, кто это сообщил. Завеститель командира взвода, можно маску снять и показать, со служебным удостоверением сверить. У меня есть основания вам не доверять. Вы ввели уже в заблуждение. Спасибо за понимание. Я сейчас разберусь, я уточню. У меня была информация. Она недостоверна. Можно служебное удостоверение? Я сейчас буду жалобу формировать. Формируйте, пожалуйста. Удостоверение-то покажите. И маску снимите, покажите лицо свое. Почему вы так себя ведете-то? Вы сотрудник полиции? К вам подошли граждане и просят у вас. Ввиду конфликтной ситуации. Вы можете у служебного удостоверения? А, ну мы зайдем туда, да? А, уже нет препятствий. А ранее были препятствия. А на каком основании? А вот это надо разобраться с должностным лицом. Ну пока, присядьте. А здесь? Так вы удостоверение-то покажете свое? И маску снимите. На каком основании? Потому что вы нам будете сейчас отвечать, как должностное лицо. Я вам отвечать буду. Вы теперь сообщили, что оказывается мы не явились. Ваш вопрос я услышал. Да, да. Сейчас разберусь и вам ответим на ваш вопрос. Вот удостоверение-то покажете. Так на каком основании? Так на том основании, что вы со мной сейчас разговариваете, в рамках этого дела, оказывается, вы установили... Согласно, согласно статье 5-й закон о полиции. Что там написано, напомните, пожалуйста. Что должностное лицо, ну куда вы уходите-то, а? Вы не соответствуете высокому статусу сотрудника полиции? Я, может быть, и не соответствую. Серьезно? Может быть. Ну хоть подтвердили. Но не вам это решено. Отказываетесь? Хорошо, мы сейчас зарегистрируем. Может он номер жетона? Номер жетона вашего можно? Пожалуйста. Да, да, 78, 13, 80. Все, отказывайтесь дальше. Хорошо, до встречи, ждем вас. Друзья, о какой можно безопасности говорить, да? Пожарный, смотрите розетки. Я адвокат, международный коллеги адвокатов. Пожалуйста, розетки валяются. Окна открыты. Защелок нет, ручек нет. Вот, пожалуйста, где безопасность, провода открыты. Где пожарный щит? Его нет. Скажите, пожалуйста, а где у вас безопасность? Смотрите, почему у вас проводка открыта? Что это такое происходит? Где пожарный щит? Вон провода открыты. Куда вы пошли? Сотрудник полиции. Какой здесь у нас точно адрес? А, это от Азаева, 28 и БДД. Да, от Азаева, да. Давайте разбираться, где пожарный щит, где план эвакуации. Сотрудник, куда вы пошли? Ну вот, друзья, да? Позорище очередное. Это Колпино. Еще лишний раз ваши жалобы на действия должностных лиц подтверждают. Чванство, неуважение со стороны сотрудников полиции, нежелание разбираться. А, ну, пожалуйста, скажите, я вас вам назначил... Не вас, а назначил молодого человека, наверное, вас. На три часа? Нет. На 15.00. В 15.00 никого здесь не было по данному делу. Соответственно, вас здесь задерживать никто не собирается. Нам необходимо, Денис Андреевич Никитенко, в производстве которого находится материал. Я по делу являюсь защитниками. Я прибыл в часы приема. Можно служить в институте? В часы приема у нас... Он мне назначил с 3 до 18.00. Я прибыл с 3 до 18.00. Это есть на его дозоре, на телекоммуникационной сети интернет. Он говорит, я еще два раза спросил под свой дозор. Давайте с 15.00 до 18.00. Я прибыл в назначенное время. Я здесь нахожусь уже 2 часа, а его нету до сих пор. Вот. Тем не менее... Потому что они прибыли в 3 часа. Вы слышите меня? Если вы хотите услышать... С 3 до 18.00. Он сказал прибыть. Никитенко, Дениса Андреевича. Принеси, пожалуйста, телефон. Я думаю, надо будет подождать. Сколько мне его надо? Не готов сказать честно, потому что он сейчас на выезде. Можно служебное удостоверение ваше? Вы ко мне обращаетесь. У меня уже есть основания вам не доверять. Вот. Потому что один сотрудник сказал, подождите. Второй сотрудник сказал, подождите. Третий сотрудник сказал, подождите. Да ознакомиться можно? Да, конечно, можно. Будьте любезны. Познакомьтесь. Почему у вас руки трясутся? Лессер Эдуард Павлович, заместитель командира взвода ДПС ГИБДД, старший лейтенант полиции МВД России СПЛ-101-60. Действует до 22 октября 2025 года. Эдуард Павлович, очень приятно. Но что препятствовало изначально предъявить служебное удостоверение и в рамках закона все-таки разобраться? Понимаете, вот эта волокита, она же не должна быть. Я не должен здесь стоять и унижаться, на улице мерзнуть. Сколько нам еще подождать? Скажите, пожалуйста. Я не готов сказать. Потому что если бы вам пришли в 3 часа, я бы, может быть, сказал, что через 5 минут он подойдет или он отошел куда-либо. Но после 3 часов я не готов сказать. Вы сказали, нам надо подождать. Сколько нам подождать еще? Если вы непосредственно хотите увидеть Макисенкова... Естественно. У нас рассмотрение дела. Он назначил бы, мы пришли. Там 2 дела. Если он на 3 часа, то, я думаю, он уже стоял. Нет, там с 3 до 18. Там было сказано первым сотрудникам, что он сейчас на выезде. На линии, на выезде, у него закончится. Это 2 часа назад было сказано. Представляете, а мы стоим здесь. А выезд не изменился. Он все еще на том же самом месте, где и 2 часа назад. А там рассмотрение дела. Я думаю, к сожалению, это только усугубит положение вещей. Серьезно? Ну, потому что совмещать приятное с полезным не получается. Ну, у нас-то полезное, а у него там приятное получается. А у нас он хоть знания получит? Сомневаюсь. Сомневаетесь, что он получит? Там непосредственно выполнение должностных обязанностей. Не более того. Он их закончит выполнять, я думаю, про... Хорошо, мы тогда ждем здесь, да? Ответственный, я полагаю, подъедет, ввиду конфликтной ситуации. Ну, вы же понимаете, вот аналогия суд назначает на время. Вы приходите, хотя у наших судов тоже бывают, хотя у нас тоже бывают чудеса. Решение в доме и по почте. Вот, тем не менее, но если уж назначили, давайте вы как заместитель командира разберитесь, пожалуйста. Это в подчинении у вас находится это должностное лицо, которое не может организовать работу грамотно и распределяться в времени. Он не в состоянии заставить вас приехать в строго назначенное время. Если вы захотите приехать, вы приедете. Если вы захотите к 3, у него нет часов приема. А почему он назначает тогда? Он назначил на 3 часа ровно. Это не начало рассмотрения. Если где-то у нас там и написано, что у нас сочетается прием граждан с 15 до 18, но это строго в приемные дни и только в тех местах, где осуществляется прием граждан. У него таких приемов нет. А на каком основании он тогда назначил себе? Он назначил вас на 15.00, а любое принятое им решение, оно относится к его делу производства в отношении кого бы то ни было. И я в него вмешиваться никакого права не имею. Если он поимел стойкое мнение назначить вас на 3 часа, а на сегодня, значит на то были внесомые причины. У вас ввели заблуждение. Он назначил с 15 до 18.00. Я прибыл сюда в начале четвертого, почти в 3.00. Специально даже видеокамеру можно поднять. Машина вот стоит на парковке здесь, да, с соблюдением права дорожного движения. Тем не менее, у него нет один коллега, второй коллега, третий коллега. И машину не видел, ни вас не видел. Как мы здесь были? Вот он забором, а потом сюда встали, чтобы нас видно было. Вы можете видеозапись поднять. Потому что у нас все, кто приходит на прием, они вот прибывают сюда, соответственно. Хорошо, сколько нам еще его ждать? Мне необходимо получить акт. Мне необходимо тогда, потому что если он не выполнит приказ, то в его действиях наличит признаки уголовного преступления. Вот он обвинил моего доверителя, я думаю, вы в курсе, до вас довели, что он нарушил законодательство. Производство по делу прекратил по факту 4 ноября текущего года. Не вынес постановление, назначил сегодня, именно на 14 ноября текущий год, с 15 до 18.00. Я повторюсь, я представил еще более того доказательства, как он меня просил. На отдельный для него флэш-носитель. Мне необходимо получить постановление по данному делу. В любом случае, я думаю, нам с вами поможет только непосредственно инициатор вот этой самой встречи и вашего прибытия сюда. Если надо его дождаться, мы дождемся. Да, дождемся. Хорошо, сколько мне просто ждать его? Час, два? А давайте мы поступим следующим образом. Как только мы поймем, во сколько он сюда приедет, если у вас не труднит, мы просто сообщим вам по телефону, что через ток он приедет, чтобы не заставить... Нет, в любом случае, теперь уже придется подождать. Никто вас заставлять не будет, но если вы заинтересованы, пока я не получу решение, то нужно будет ждать. Но, к сожалению, сейчас не три часа, сейчас уже ближе, наверное, к 18. Он заинтересован сюда, я полагаю, уже приехать, дабы не накалять вот эту конфликтную ситуацию, инициатором которой он стал, на самом деле, исходя из вообще самого начала составления административного материала. Что препятствовало выкул, как заместитель, коль у нас такая возможность выпала с вами побеседовать в рамках этого дела. Я полагаю, вы частично посвящены в это. Скажите, пожалуйста, ну что мешало нанести, вынести должностному лицу, тогда, когда он еще у меня взял объяснение, у моего доверителя, фактически проговорил, что он прекращает производство по делу, вынести акт в порядке статьи 28.9 Кодекса Российской Федерации областного права нарушения, который должен соответствовать статье 29.10 Кодекса Российской Федерации областного права нарушения на месте. Что мешало? Проведите с ним разъяснительную работу. Вот видите, он загрузил и вас, и меня. Я в выходной день свой приехал сюда. Вот. В выходной свой день приехал сюда, и мы разбираемся. Только потому, что налицо некомпетентность в действиях Дениса Андреевича Никитинкова. Как я считаю, проведите с ним разъяснительную работу, впредь и недопущение действующего законодательства. Если прекратили дело, на месте выносите акт. Ну, на данный момент времени я в полной мере не владею всей ситуацией. И ответить на ваш вопрос о том, что мешало, либо не мешало, а в всех аспектах я не готов, потому что банально не знаю всей картины в целом. Больше об этом деле рассказали мне и сейчас вы. Но для объективного все-таки рассмотрения и вникания в ситуацию мне необходимо еще услышать и точку зрения. Я тогда... Спасибо большое, что выслушали меня. Я вместе с тем прошу это считать как официальное обращение в виде жалобы провести работу со своим подчиненным, который нарушает, как я считаю, порядок по делу. Да, но перед этим, конечно, ознакомиться с материалами дела в полном объеме, которые находятся сейчас в производстве. Жалобы имеют отношение непосредственно к... В рамках этого дела, да. Ну, я просто еще раз вам объясняю. Вам как будет удобнее написать ее на... Устно, устно. Устно мне ее зафиксировать на... Можете на дозор, я могу вам прям на дозор надиктовать, сообщить. Вот о данных обстоятельствах. Давайте, наверное, в письменной форме, так будет попроще. Вот, да. Вам же необходимо будет уведомить о результатах... В порядке 707 приказа, да. Мы же сейчас рассматриваем конкретно вы как руководитель, я как защитник Николая Олеговича Драморецкого, да, прошу вас провести с ним работу и по моему обращению, которую я именую как жалоба на действия Дениса Андреевича Никитенкова, который занимается волокитой, вы это собственными объяснениями подтвердили, и загружает и вас, и ГИБДД, и вот граждане, которые тоже нуждаются также в помощи от вас, как от сотрудников полиции. Вы же для нас в силу закона вместе с тем. И это считать тоже моим обращением, в виде жалобы. В рамках вот этого дела производства, потому что мы сюда прибыли, правильно понимаю? Да, 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 да. Ну, вы видите, что происходит, мы уже два часа здесь. То есть, мы не покушать, не попить не можем, это уже сравнимо с пытками. Ну, как же так? Ну, пытками полиции, да. Да, можно воды попить? Нельзя, потому что ее нет. Да как где? Марлевую повязку можно, ее нет. Руки обработать можно, ее нет. Ну, то есть, везде мы и права нарушаться. Нету там ничего. Будет же беда машина. Более того, там не написано «спортат». Да, что за портат, что за бутылка? Знаете? Да. Опять нарушаем. То есть, кругом нарушения, нарушения. Если вот так вот, но также прошу довести до своего руководства, кто ответственный за пожарную безопасность. Почему буквально электрически розетки открыли? Несколько минут времени дайте, пожалуйста, и я с вами продолжу, если у вас не забывайте. Ага, спасибо большое. Может, что-то изменится, да? Да, да, да. Вы сейчас выходите. Так я буквально вооружусь ручкой, и давайте, пожалуйста, не по очереди. Ну, мы просто первые выбираемся. Вы по поводу ДТП? Да. Нет, не по поводу ДТП, саша, растоянка у нас. Саша, растоянка у нас. Нам сказали сейчас то, что выходил ваш сотрудник, нам сказали вас дождаться, чтобы вы все нам выдали. Если вы не возражаете, то, пожалуйста, приехали, тут вообще никого-либо. Ваши документы. Там все документы. Вы уже все передали. Конечно. Вы не вставайте. Теперь мы запишем просто ваше по факту обращения. Что вы сказали? По факту обращения вы хотели ли вас... Да, да, обращение в виде жалобы. А вы в книжку, да, будете? Ну, у нас у вас будет устная, правильно понимаем? Да, да. Вам не принципиально важно, мне главное, для себя порядок. То есть, жалоба на действия инспектора ДПС. Гибриды МВД России по Колпинскому району, Санкт-Петербурга, старший лейтенанта полиции Дениса Андреевича. Напомните его фамилию? Никитенков. Никитенков, да. Значит, указано должностное лицо, назначенную дату НИГЛС. На рассмотрение дела. А именно на 14 ноября 2020 год. С 18, простите, с 15 до 18. Это он под дозор сообщил, что в это время он будет рассматривать дело. Не явился. Тем самым он нарушает приказ и право на защиту моего доверителя. Вот, данное должностное лицо. Прошу с ним провести работу в разъяснительную. Впредь о недопущении нарушения действующего законодательства. И попрания прав и законных интересов. В данном случае Драмарецкого Николая Олеговича. И сообщить нам о поведенной... Драмарецкий Николая Олеговича. Соответственно, сообщить нам о установленном законном сроке о результатах проведенной проверки по жалобе защитника Таташвили Дениса Геннадьевича. Уведомить непосредственно Драмарецкого? Нет, Таташвили Дениса Геннадьевича... Так, давайте попрятку секунду. Да, да. Дениса Геннадьевича. Защитник. Так, адрес. 19, 10, 14, индекс. Уведомление? Куда направить? Город Санкт-Петербург. Улица Некрасова. Секунду. Чтобы у нас не было потом разногласий о разглашении ваших каких-то свидетельствах. Нет, 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 я не против. Я их лично вам под дозор. Вы ведете, не ведете видеозаписи? Нет, я не веду. Нет никаких разглашений. Я сообщаю. Адрес. 19, 10, 14, сам. Улица Некрасова? Улица Некрасова, дом 58, квартира 21. Номер телефона плюс 7. Секунду. Некрасова, дом 58, квартира 21. Номер телефона плюс 7, 911, 924, 12, 64. Электронный адрес? А мне нет, адрес электронный. Улица Некрасова 58, 21, 911, 924, 12, 64. Индекс? 19, 10, 14. 19, да. 10, 14. 10. Уведомить вашего подзащитного лица. Да, его уведомить. Сведения о нем есть в материалах дела. Там доверенность нотариальная. Что-то еще? И прошу еще все-таки привлечь к ответственности, должностное лицо, которое отвечает за технику безопасности пожарной. Вот розетки открыты, провода. Вот вы можете зафиксировать, чтобы потом вы не говорили, что это не соответствует действительности. Вот тут провода оголены, тут, с учетом того, что сюда и дети приходят. Вот здесь вот привлечь к ответственности. Должен ставить отвечающих пожарной технике безопасности. Как же план эвакуации? Да, план эвакуации не соответствует вообще. Не подписан, кто ответственен, информации нет. Это будет второе обращение. Получается, что для жалоба. Адрес тот же. Направляй только одному лицу. О, повторяю. Да, да. Вас не затруднит то же самое снять на свой дозор. Вот это вот зафиксировать и приложить потом. Спасибо. Ну что, провода оголены, да? А вы скриншот, да, сделали? Да, ну как бы. Заложить, видимо, не получится. Согласен, согласен. Удобно. Так, ответ, пожалуйста. И чем-то еще? Артур Алексеевич, у вас будет жалоба? Нет, ничего не начи. Пока не нужно. Все, тогда не смею удержать ваше спокойствие. Да, как долго нам еще ждать, Денис Андреевич? Могу ли я по телефону 911-924-964 известить о том, когда будет приятное понимание, во сколько это произойдет? А через сколько вы надо, знаете? Мы его в Белокурсе не садить, не поездить, не в туалет, не в туалет. Тем самым давать вам ложные надеты, это здесь не в чем. Вы считаете, как посчитаете? Это нормально, потому что мы уже здесь почитаем. Это было время 18 часов, 42 минуты. Для права, да, допустим, там у меня есть сколько номера. Я не готов вам на 100% осветить, насколько это правильно или неправильно, потому что я не знаю, во сколько вы приехали, я не знаю, насколько у вас была назначена встреча здесь непосредственно по факту рассмотрения. Все, что у меня известно, это о том, что ваши показания расходятся с институтом. С кем? То есть вы говорите, что у вас с 15 до 17, а с другой стороны мне говорят, что было к 15 минуту. Здесь и в этом непосредственно инспектор, который вас назначал. Не сомневаешь, говоришь, что он номера назначал. К 15 минуту вас назначал. Соответственно, когда мы здесь полностью разберемся в этой ситуации, тогда я скажу свою точку зрения, если нас интересует. Но моя точка зрения здесь никакого отношения к делу не имеет. Но вы же непосредственно гору проводите? Естественно. А товарищ подчиненный? Естественно. Когда мы здесь установим все слагательные, все службы, тогда будет понимание, кто прав, а кто виноват. То есть я правильно понимаю? Я буду находиться в этом помещении, пока вы проведете проверку. Сколько она будет? 30 дней эти, да, проверка? Я 30 дней здесь должен находиться? Исходя из вашей логики просто? Нет. Мне вот необходимо сейчас получить решение, которым производство по делу установлено. Для этого нам необходим здесь непосредственно инспектор. Да, он нужен. Всего не что получить. А вы интересуетесь моей точкой зрения по факту происходящего? Естественно. Свою точку зрения. Если она имеет какой-то вес, вы получите только тогда, когда я узнаю все точки зрения. Вашу, его… У вас есть основания мне не доверять? У меня нет основания не доверять. Так… Для вынесения любого решения первое, что необходимо, это объективность. Ее мы добьемся только тогда, когда будут установлены все необходимые факты. А вы можете это отдельно разобрать, жалобу, а все-таки рассмотреть дело, посодействовать и потребовать, чтобы должностную лицу явился на Тазаева 28 и нам дал документы и представил материалы в полном объеме для ознакомления. Просто дело в том, что эти все убытки лягут на должностную лицу уже 3 часа здесь. Это ненормально. И я повторюсь, вот его поведение говорит о том, что с вашей стороны нет надлежащего внутриведомственного контроля за своим подчиненным. Почему он так в одностороннем порядке назначает на дату, так пространно, с 15 до 18 и не является? Так тогда можно, исходя из его тоже логики, выносить акты тогда, когда ему заблагоразумится, понимаете? То есть он назначает дату, мы приходим, его нет. А вы, получается, не разрешаете данную ситуацию, данным должностным лицом не проводите должную работу по изучению законодательства действующего. Почему он не назначает с 15 до 15, с 15 до 15? Вот об этом мы и разберемся. А сейчас мы узнаем во сколько он придет и, соответственно, вам доведем. Если вы хотите, то можете... А может, через сколько до нас доведете, через сколько... Ну, что он завтра? В никаком случае, я думаю, в ближайшее время... А он вообще на смене? Все верно. Сейчас он занимается другим случаем, и как только с ним закончат, первая задача у него приехать сюда и закончить свое дело производства. Да-да-да. Потому что он сюда прибыл 3 часа и не смог очень долго ждать вас по вашему делу. Если была возможность, может быть, дождался, но, к сожалению, у нас работа немножко другого. То есть, я правильно понимаю, вы мне позвоните на номер телефона, который... Если вас здесь не будет... Нет, мы здесь будем. Если вы будете здесь, хорошо. Если вас здесь не будет... Ждайте, мы будем. Хорошо. Если вас здесь не будет, тогда я уведу вас по телефону, поскольку вы ходите. Да, хорошо. Мы ждем. Я для вас хотел показать. А через сколько будут? Специально, чтобы... Ну, пожалуйста, если можно, побыстрее. У вас в заблуждение, ваш подчиненный вводит. От требований ПТД Холпинского района и получили... Получит решение? Постановление... А по тренировке вы же тоже, да, будете выносить? Вы же? По тренировке? Да. А вы вводите, да, вы имеете? Ну, а прекращение... А вас дело... Прекращение... Нет, послушайте... По тренировке? По тренировке? Да, да, да. А, то есть дело... Я же не выросла. Будет именно прекращение вашего подзащитного, статья 12... 3. 3 часа 1. Скажите, пожалуйста, а примерно когда мне сообщат, когда я могу приехать, получить постановление для меня, это важно? Примерно, давайте-то я вам скажу, опять же, примерно образом. Да, да. 14-го, 11-го, 2020-го. 14-го, 11-го, 2020-го. По какое время? С 15-го до 18-го. А какой кабинет? Номер 27. Скорее всего, буду я вам его отдавать, поэтому в дежурную часть симпатизации... А где-то, пожалуйста, где время написания соглашается? Нет, не примерно, а вот где-то проговариваются... Я сам конкретно, так это он назначен. Дражданин Дермарецкий? Да нет, я адвокат. А, можно мне гражданин Дермарецкого, который у нас заявлен? А я его представитель. У меня его адрес какой-то... А, да, да. Под рукой материала нет, у меня куда направить, загрустировать. Вот, это должностное лицо определил уже дату. А вы в материалах дела поднимите, там... Нет, просто сейчас нет материала, со мной под рукой. Он находится у Дениса Андреевича? Да, у меня его непосредственно нет уже. Именно адрес куда уведомить его. У начальника нету доступа к этому. Так что пусть он вас в заблуждение не вводит, не обманывает. Вот. Я понимаю, что... И он не находился здесь с 3 до 18 именно. Он был на линии в это время. Это мы установим. И что это за формулировки примерно? Вон, должностное лицо. Что за двоякие такие? Здесь беспримерно, конкретно. А я приехал в эту дату и время. Я еще раз переспросил у него. С 15 до 18. Я явился в 3 в начале четвертого. Видеокамеру можно поднять. И то, что он вам говорит, что он убыл оттуда, не дождавшись нас. Так есть, он до 18 в 27 кабинете. Ну, логично, что он должен быть в кабинете тогда, когда мы с вами данный вопрос выясняли. А мы с вами выясняли около полпят. Прожимаете? Еще нету никакой информации, через сколько он приехал. Нет, пока еще не появились. Ага. Ага. Может, уронить чертами, да? Сейчас же. Вставят. 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 Те основания наказают. Примерно. Двоякие. Там 166 штук отвлекаются, указаны, что недопустимо. Четкие. Да, да. Примерно. Всем, как наконец еще, не будет? Значит... Есть геннаджи. Не можно служебное удостоверение разорку овить? Неповторно, кажется, вы, познакомились, нет? Не повторно. Может быть вы не Денис Андреевич, Никитин. У вас, полномочий, нет таких. Каких не полномочий нет? Как должностного лица инспектора ДПС, ГИБТД. может же быть такое может быть старший лейтенант полиции Никитинков Денис Андреевич инспектор ДПС ГИБДД СПЛ 10 563 18 мая 2025 год Денис Андреевич Таташа Людмилович Геннадьевич очень приятно вы назначили дату рассмотрения дела в отношении Драмарецкого Николая Олеговича на 14 ноября 2020 год с 15 до 18 в указанную дату я прибыл и время тем не менее вас на месте не было вы не готова адвокат кого чего фамилия у нас Драмарецкий Николая Вяческая то есть вы адвокат кого можно договор вас Драмарецкий с вами заключил но на основании чего вы тогда адвокат кого Драмарецкого еще раз третий раз повторяем когда будет производство по делу до морда тогда с вами беседовать я не буду ордера у вас нет к сожалению будут беседовать с Денисом Геннадьевич Наташвили да давайте приступим к делу мы здесь будем рассматривать дело мы беседовать наверное здесь да в рамках дела я прошу принести мне материалы и мы будем тогда рассматривать да я сразу вас хочу в известность поставить чтобы не уклонялись и все-таки через определение о возбуждении дела без правонарушения проведения административного расследования в отношении Николая Олеговича его вынесли в рамках которого я заявлю ходатайство о прекращении дела вместе с тем вы меня просили 4 ноября текущего года представить вам на флэш носитель в виде запись согласно которой мы доверитель не нарушался просил я ее приготовил вот и прошу тогда по двум материалам соответственно меня для начала ознакомить по двум материалам каким-то материалом вы его обвинили что он нарушил парал дорожного движения в части 3 прямодействия 12.5 корпорации якобы он управлял замер осуществлялся вами осуществлялся если не будет процессуального документа то ваших действиях нарушение приказа действующего нарушения приказа нас не исполнение его это как основание привлечь вас по уголовной ответственности Денис Геннадьевич я в настоящий момент вы пришли по какому поводу я пришел конкретно вы пришли конкретно по материалам все правильно вот по нему и будем разговаривать вы по нему и будем разговаривать то опять же вам разъясняю ваши права в сила ст. 25.1 кое-какие силы нарушения имеете право ознакомиться со своим материалом дела как представитель данного лица на открытайство отводы вы как юрист тем не менее все равно можете пользоваться юридической помощью также я вам разъясняю порядок обжалован в очень 10 дней после получения купе данного постановления а вы получали копии постановления это еще раз назначили на 4 нет копию постановления я изначально по 12.3 вы получили протокол от постановленного дело это вылечитожен в виду того что вы прекратили делать вы получили хорошо имеете право обжаловать вы это знаете В течение 10 дневного срока, правильно? Посему, в связи с тем, что мною было вынесено постановление, то бишь, лицо должно было привлечься к ответственности, правильно, административной? Отменить постановление, лично я не могу. Постановление можно отменить, вы должны знать, высшестоящий руководство, либо суд. Посему, я вам разъяснил, опять же, порядок подачи жалобы на постановление. Имеете право подать жалобу через меня, либо руководство, либо суд. Она будет рассмотрена, в порядке действующего законодательства принято, процессуальное решение. Так. Вам понятно? Да. Статья, которая вам разъяснила, вам понятно? Да, да. Понятно. То есть вы не будете вносить решение о прекращении? Я прекратить постановление, к сожалению, не могу, согласно кому-то с услуги. А вы помните, в видеозаписи помните? Я вам сказал, что оно будет прекращено. Да, оно прекращено. Оно не может мной прекратиться. А почему вы отказываетесь от своих слов? Я не отказываюсь от своих слов. Вы же сказали, что вы продаете жалобу, будем действовать в рамках права. Ваши на полчаса не четвертого до получения. А сегодня, какого? 14. Ну, по всему примите жалобу. Прямо, конечно. Да, можно меня тогда материал дела по 12. Материалы дела находятся у меня с родов. Так я к вам пришел на значенное время, вас нет. Мы сейчас рассматриваем это дело. Запрошу мне это представить, уже меня ознакомили с правами. Я в правильном сообществе с материалами дела. У вас есть копии всех постановления, протокола и протокол отстранения. Копии есть, вам были выданы, подойдите в виде фиксации. Вы знаете, что вы говорите, как вы соответствуете вообще занимаемой должности? Соответственно. Давайте не будем сейчас кого-то... Как должностное лицо, меня назначили на время с 15 до 18, 14 ноября текущего года. Для получения мной, я еще у вас переспросил. Вы сказали, да, я вынесу решение в виде постановления о прекращении производства по делу. Сейчас вы уже отказываетесь от своих слов. Вы говорите, вы вправе обжаловать то, постановление ранее мною вынесено. Понимаете? Денис Газанович, вы знаете порядок обжалования? Я знаю, дайте мне, пожалуйста, ознакомиться. Материалы дела находятся в администраторе. А зачем вы меня приглашали сюда? Для того, чтобы вам разъяснить, что вы еще раз имеете право обжаловать на лестер. Вы адекватны, вам не надо врача вызвать свидетельство. Вам не нужно врача, вы просто покраснели, потому что у вас температура принесет. Нет, я покраснел. Я нахожусь трех часов. Я просто беспокоюсь за вашу здоровье. За мою здоровье не надо беспокоиться, а вы за ваше надо вам побеспокоиться. Ну, к счастью, я прожожу. Можно у меня ознакомиться с материалами дела? Не могу на данный момент ознакомиться. Вы отказываетесь. Я не отказываюсь. Я не могу их ознакомить чисто физически, потому что сегодня суббота. Администраторы на нашей работают. Это ваши проблемы. Будни. Вы на себя взяли ответственность. Вы в вашем производстве материал находится. Я тогда буду фиксировать жалобы на ваше действие прямо сейчас. Фиксируйте. Я вам разъяснил порядок? Нет. Какие-то вопросы ко мне еще есть? Да. Мне надо получить какое-то постановление? Постановление чего? Прекращение производства по делу? Я вам разъяснил порядок подачи жалобы. Разъяснил, что я имею право принять. У вас жалоба, которая будет рассмотрена. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопросов больше ко мне нету? Можно вызвать сотрудников полиции на Тазаева вопрос? Вопросов больше ко мне нету? Есть, есть. Тогда задавайте мне вопрос. Да. Сейчас я жалобу. Оказывают мне вознакомиться с материалами дела и отказываются вручать акты. Это очень некорректно и некрасиво. Он прекратил производство по делу. Либо вы общаетесь со мной, либо вы общаетесь с другими. Поверимой, что ваш шанс? Таташвили, Денис Геннадьевич. Больше разговариваю с его с комитетом? Да, да. Судар сотрудников полиции. Я вам разъяснил порядок обжалований? Да. Сейчас приедут. Что обжалованы? Можно мне ознакомиться с материалами дела? У вас есть все копии? Какие все? Все они обжарены. Выберите за 14-го числа. В ноябре месяца 2020 года. Война полицейская, я понимаю, он на по три раза повторяет. Как ваш руководитель, у которого нет на ближайшем он предоведомственного контроля. Но я думаю, что руководство разберется и с вами, и с ним. Я пришел в указанную дату Тазаева 28 с 15 до 18. Вас на месте нет. Время, еще раз повторюсь, сейчас 21, 21 час 35 минут. Для того, чтобы ознакомиться с материалами дела, получить постановление, соответственно, 21-39. Назначались вы на 15-00. Вам недопустимо давать оценки, как должно становиться корректно я себе или либо некорректно. Вот вы позорище, вы некорректно себя ведете. Я вам некорректно оскорбляйся, потому что не к полиции в форме. Я скоррюся материал в отношении меня. Вы позорище вам в лицо говорю. Вы за свои слова не отвечаете. Денис Геннадьевич, я бы... Вы назначаете дату, сейчас говорите о постановлении не буду. У меня с вами разговор закончен. Я вам разъяснил все. Я вам разъяснил, порядка в желании разъяснил. Я вам разъяснил, что вы сейчас не подумали, прежде чем носить постановление, а потом про что. Вопросов больше нет. Как правильно? Денис Геннадьевич, тогда давайте конкретно будем еще раз... Было сказано вам. Значит, сотрудник, вы правильно понимаете интересы службы. Я прошу спустить материал для ознакомления. Время без 20-10. И вызов суда от реветственного, от РУВД, поскольку у вас нет контроля, должен свое лицо и вас в заблуждении, и меня... Денис Геннадьевич, мне надо продолжать работать. У меня уже много работы. Давайте как бы мы продолжим все-таки, либо диалог будет конструктивно со мной, либо он прекращает. Ведь вы не будете вперед воровозы бежать, постановление, а потом протокол. Я работаю согласно. Вы долго будете без действий, инспектор? Вы его руководитель, вы его так выдаёте, мы с вами поговорили. Бои на дороге неся, так ведутся, нарушая законодательство. Денис Геннадьевич, вы меня все поняли. Что такое 25.1? Я вправе знакомиться с материалами? Вправе знакомиться с материалами. Только не 25.1, а 25.5, часть 5 вас поправляю. Я не лицо привлекаемое к ответственности. Мой статус защитник. В рамках статьи 25.5, часть 5, я вправе что? Я знакомиться. Денис Геннадьевич, может быть, у вас ваше доверенность в настоящий момент расторгнута уже с гражданином? Проверьте при повазе, нотариальном. Мы сейчас в ордер дадим, какие проблемы? То есть, я правильно понимаю? Мы дадим сейчас в ордер, вы принесете материал дела? Я не принесу материал дела, в любом случае. Пожалуйста, в портфель, пожалуйста. Вы видите, да, как у вас подчиненный ведет себя вообще от своих слов отказывается, выкручивается, выливаетесь. Вопросы ко мне еще какие-то есть? Есть, не материал мужик, конечно. Я вам разъяснил и разъяснил еще раз. Я вправе знакомиться с материалами дела? Праве. Да можно мне ознакомиться? Мучить решение и подать жалобу. Мучить решение вы сможете только тогда, когда подаете жалобу. Если не будете подавать жалобу, то в постановлении вступим в законную силу. Вам это известно, как юристу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А как это он обжалует? То есть, а сроки уже истекают сегодня? Тогда мы сегодня через вас и подадим в жалобу. Так подавайте жалобу, я же не против. А зачем вы в заблуждение-то вводите? Говорите, приходите, приходите, я пришел, а вы отказываетесь от своих слов. Вы мне изначально жалобу подавали на момент вынесения мною такого-либо решения? Нет, какая жалоба. Мы договорились, что в данное время определились, мы договорились, согласовали дату, что мы сегодня придем, и получите решение, согласно которому мой доверитель не виновен. Я, тем не менее, до сих пор так и не увидел действующую доверенность. У вас есть основания под сомнение ее ставить? Материал принесите, пожалуйста, сюда. Я вам разъяснил, что материалы находятся у администраторов. Так у администраторов в производстве или у вас? Вы сотрудник полиции или не сотрудник полиции? Вы выносили постановление или не вы выносили постановление? Прошу прощения, где раз доверительность ставить внимание? Какая разница? Вы сейчас тогда мне и жалобу с эту примите прямо сейчас. И отправить ее в суд со всеми материалами делать. Четвертое, да? А сегодня у нас 14-го, вот как раз великолепно мы приехали, да? Ребят, вот, пожалуйста, как сотрудники отказываются от своих слов? Принимайте жалобу у меня, пожалуйста. Посмотрим. Что, в Копенский районный суд? Как я и говорил, что надо было сразу сдавать и регистрировать. А они от слов сотрудники отказываются очень быстро. А вот такие вот руководители... Вы все равно разговаривали, вы слышите? Да, и с обществом, и с вашим руководством, который тоже YouTube смотрит. Дмитрий Геннадьевич, давайте все-таки будем разговаривать друг с другом. Они с одной разговаривать. Воздухом. Что, я? Я просто не вижу, когда вы снимаете, как уже непонятную сторону. Для меня воздух? Я не знаю, что... Вы все-таки пришли, когда вы не знаете, только что вы говорите. Все, у вас какие-то вояки и тракторские... Жалоба. Да, жалоба в Копенский районный суд, Санкт-Петербурга. Так, 1966-55, город Санкт-Петербург. Значит, адрес все указано. Да, жалоба на постановление по делу области правонарушения от 4 до 11 до 2020 года, 4 ноября 2020 года по отношению Драморецкого. Задали заявители ДПС ОВД, ДПС ГИБДД МВД России по Копенскому району, старший дент полиции Никитенков Денис Андреевич и дали должность на лицо. Вынес постановление от 04 ноября 2020 года по делу области правонарушения, согласно которому доверитель признан в новом совершении административного правонарушения предусмотрен частью первой статьи 12.3. Неназначе наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. А из чего вы исходили вообще назначаемые 500 рублей, а не предупреждение? Не могу вас понять тут. Куак не устанавливает требования, предъявляемые к содержанию жалобы на постановление по делу области правонарушения. Мне это следует за ответы Верховного Судана. Вопрос дана номер 4 на 4 квартал 2006 года. На основании вышло изложенным в соответствии с пунктом 3, часть 11.3.7 кваппера. Прошу постановление от 0.4.11.2020 ДПС ОВД по Копенскому району, Никитенко, ВДА по делу с ним промышленным по части 11.3 кваппера в административном отношении административного производства по делу прекратить. Уже не влокнулся? Да, конечно. Сейчас и дату постановлю. 14 ноября 2020 год. Защитник подпись Денис Геннаджа Таташвили. Так, это постановление. Так, сейчас окофию сниму. На видеозапись мы в суде представим. Вам я ее передавать не буду. Вы своими предоставили. Естественно, но если вы уже все вынесли постановление, на каком основании? Она была бы предоставлена только тогда, когда вы рассматривали бы дело. А вы говорите, а я же дело рассмотрел. Вот и сам себя инспекторы загоняют в юридическую ловушку. Я с вами с тобой что-то разговариваю? Да, я с публикой разговариваю. У нас образовательный канал. Я просто не пойму, да, посмотрите. Мне не надо понимать. В окошко смотрите, читайте. Да, окошко, вот телефон. Нет, вроде мы с вами беседуем, а вы оборачиваетесь. Я обещаю. Вы читаете, читаете. Вы читаете. Да не надо меня торопить. Не торопитесь. От чего я вас отвлекаю? Мы здесь 6 часов находимся только потому, что вы назначаете дату и не являетесь. Выполняете указания, как я считаю, незаконные приказы своего руководителя, которые вас покрывают. Но крайне будете вы, запомните. Друзья, чтобы, получается, вот так вот призывать к законности, надо в YouTube выходить в управление вот так, да, написать жалобы дистанционно, прокуратуру. Полное бездействие у руководителя, в данном случае, ГИБДД Колпина. Почему здесь нет контроля? Оставляйте комментарии. Может, кто-нибудь местный скажет? Оставляйте комментарии. Что происходит? Кто у нас начальник? Почему сотрудники полиции подобным образом себя ведут? Что заместитель, что непосредственно должностное лицо, который ввел в заблуждение заместителей, начальника, по всей видимости, и меня пытается. Да. Я прошу копию еще снять доверенности и ее приобщить к копию к материалам дела. Посмотрю, как ты указываешь, что это кто? Не то постановление, да? Но с другого не было вроде бы. Не было, да. А у вас не затруднится на копию постановления, копию с доверенности и приобщить к материалам дела. Копию постановления, правильно слышно? Да, да. Копию, копию. И доверенность. И доверенность, да. И жалобу, да, вам нужно больше? Да, да, чтобы вы приняли у меня все. И время, ухажите, пожалуйста. Все хорошо. Сейчас мы дойдем. Хорошо. Вот. Что и требовалось доказать? Инспектор сам себя загоняет в ловушку юридическую. А вот начальник, вы видели, развернулся, нет, ну подожди, разъясни, что его подчиненный неправильно понимает интересы службы, неправильно понимает законодательства. Он стоит, да, не наблюдаю, я все слушаю. Вы видите? Я говорю, в этой стране можно контент день и ночь писать. Особенно вот в таких юрисдикционных органах. Посмотрите, как эмоционально все происходит, как психологическое давление. Да, да, да. Что это такое? Так нельзя себе решить. Вот, особенно в юрисдикционных органах можно контент, я так понимаю, круглосуточно писать. Время для понимания 21-50. Доверенность, постановление, копия жалоба. Принял. 14-21-45. Ваша жалоба. Копия доверенности, с двух сторон, заверенная. Копия постановления, заверенная. Все, до свидания. Всего доброго, до встречи в суде. Подписывайтесь на наш канал. Редактор субтитров А.Семкин